здравствуйте вы на канале айс пик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и с вами я олег павлюченко сегодня мы продолжаем проект гибель тартарии новым фильмом средиземноморский потоп я немного уточню нашу гипотезу этих событий и к выводам которые я сейчас вам озвучу мы пришли в своем фильме три полюса два потопа вернее в цикле этих фильмов так что эту реконструкцию я буду вам рассказывать с учетом знаний полученных нами при исследовании положения полюсов за последние 300 лет на поверхности нашей планеты в общем вкратце на рубеже 17 18 веков на нашу планету земля упала несколько частей спутника леля который был сведен с орбиты применением оружия массового поражения незадолго до самого падения и перед столкновением землей этот спутник был разрушен на несколько частей в нашем фильме проекта три полюса два потопа луна леля я показал следы падения частей спутника у меня их получилось в районе пяти напомню что падение лели явилось результатом деятельности на земле то есть той самой войны было применено оружие массового поражения не только на поверхности нашей планеты но еще и в космосе и один из обитаемых спутников имеющий атмосферу гидросферу то есть один из тех трех летающих городов которых мы знаем из вед и махабхарта почему-то начал сближаться землей какие именно процессы произошли на нем нам пока непонятно но мы видим одно что он был разрушен перед падением на несколько больших частей и одни из этих частей упали в приполярных зонах вызвав прецессию об этом опять и рассказывал в нашем фильме три полюса два потопа прецессионное движение нашей планеты вызвало проворот гидросферы относительно литосферы и серия цунами перехлестнула из северного ледовитого океана по направлению на юг материк евразия саму же эту войну я рассматривал в нашем проекте история великой тартарии там я практически указал две противоборствующие стороны это сепаратистская мятежная европа вернее не европа а весь запад евразийского континента и северная африка и сама метрополия границы центра которые были примерно от волги до дальнего востока и к выводу о противоборствующих сторонах я пришел именно по последствиям мы с вами увидели что территории северной африки ближнего востока аравии фактически все разбомблены и как мы с вами говорили оружие которое там применялось это было оружие массового поражения очень большой мощности это мы видим по глазу сахары из исследования алексея кунгурова глаз сахары это воздушный ядерный взрыв примерно 140 килотонн мощностью также мы знаем из истории что применялось какое-то зажигательное вооружение это мы видим по содому и угоморы падала какая-то горящая сера выжигает целые территории так что поражение центра сепаратистов северной африки мы видим четко остается вопрос были ли уничтожены города в самой тартарии от центр тартарии как мы понимаем был на востоке там был город камбалу там был город тартар и мангул и эти территории сейчас находится на дне восточно-сибирского и охотского морей но по исследованиям андрея кадыгчанского он нашел место столицы камбалу и она находится недалеко выше по течению от современного города охотска и получается что камчатка все-таки вышла из-под воды путем опускания одного конца и поднимания другого литосферной плиты в районе охотского моря на старых картах там четко написано камчатское море то есть камчатка это литосферный новодел а вот камбалу мы четко видим и в районе камбалу кадыгчанский нашел несколько воронок из этого мы сделаем вывод также он кстати нашел воронку на месте города тиндук что все-таки удары по территории тартарии по ее центральным областям наносились но у меня есть предположение что все-таки территория северной африки была практически уничтожена полностью а территория центра метрополии камбалу тиндук мангул и тартар в момент горячей фазы войны пострадали не очень сильно то есть население там оставалось а вот полностью эти территории погибли в момент падения спутника его частей непосредственной близости которые вызвали тектоническую активность и изменили весь ландшафт той местности и вот тогда город тартары монгулы провалились в тартарары но вернемся к средиземноморскому потопу примерная ситуацию в мире вернее не в мире а на материке евразия я объяснил так вот воды серии цунами из северного ледовитого океана пошли вглубь евразийского материка и самый большой поток пошел по востоку уральских гор с востока по западной сибири по части восточной сибири конечно он перехлестнул евразию и местах нахождения центра метрополии камбалу тендука мангула тартара но мы это рассмотрим в следующем фильме а вот эта волна обогнувшая уральские горы с востока попала в низменность где находилась пресноводное озеро являющиеся стоком нескольких рек таких как волга амударья сыдарья кура и это озеро было своим зеркалом на 100 200 метров ниже уровня мирового океана а вокруг этого озера процветала персидская губерния великой тартарии и в первую очередь эти воды попали в это озеро сделав его соленым морем изменив фактически его границы прорвав обширонский хребет и затопив там озеро которое было южнее то есть как мы сейчас видим каспийское море поменяла свою ориентацию с запада на восток на ориентацию с севера на юг это мы рассмотрим дальше в этом же фильме но переток вот через кума манническую впадину вот этих излишков воды тут надо понимать что вода всегда стремится почему-то держаться на уровне океана то есть не бывает сильных или больших перепадов так вот воды излишки вернее этих вод соленых из этого вновь образовавшегося каспийско-аральского бассейна устремились по кума маннической впадине пресноводное озеро которым являлось тогда черное море также в это пресноводное озеро на месте современного черного моря воды попали и через русскую равнину но там эти воды были меньшей мощности то есть запада урала поток был слабее цунами почему потому что в момент этого потопа скандинавские горы выступили волнорезом и рассекли волну то есть приняли на себя всю ее мощность и все территории западной европы и русской равнины были затоплены более плавно без таких разрушительных последствий просто поднялись воды и вот сам город санкт-петербург был затоплен относительно спокойной водой дома были не разрушены и потому простояв около 50 лет затопленным пока вода не спала затопленным был примерно на семь восемь метров он практически вышел из подводы целым и был отреставрирован и заселен черное море было быстро затоплено вернее пресноводное озеро на месте черного моря было затоплено солеными водами с севера и из кума маннической впадины и и уровень этого пресноводного озера поднялся также как и каспийско-аральского тоже на 100 200 метров затопив все разрушенные применением оружие массового поражения ранее города это мы хорошо с вами видели своих исследованиях таких как таманская крепость звезда новороссийская она апская крепость звезда где воронки сейчас от разрушения этих городов находится под водой и сами центры находятся под водой затопленные а пригороды мы и знаем как современную а напу новороссийск видим разбитую крепость звезду в тамане это мы уже с вами неоднократно говорили. В общем, пресноводное озеро превратилось в Черное море, поднявшись уровнем на 100-200 метров. Куда дальше устремился поток? Конечно же, через Черноморские проливы. Он прошел Босфор, Дарданеллы, Мраморное море и устремился, конечно же, в Средиземное море, которое тоже являлось пресноводными озерами. И, скорее всего, не одним, а сетью пресноводных озер. Но в Средиземное море прошел поток еще и по территории Франции. Перехлест произошел еще и с Северной Атлантики. Опять то, что было под Англией, южнее, меньше пострадало, как и сама Англия. Горы Шотландии также выступили волнорезом, как и горы Скандинавии. И основная волна прошла по территории Франции и Италии. А высокогорная Испания менее пострадала. Волна по Испании шла только по долинам. Так вот наполнилось Средиземное море с двух фактически источников. Через Францию перехлестнув и Италию, и через проливы Босфор и Дарданелла. Также это озеро было затоплено до уровня Мирового океана, также затопив все разрушенные от применения ранее оружия массового поражения, как и на Черном море, прибрежные города. Тогда же, кстати, промыло и Гибралтар. И теперь на месте этих низменностей с пресноводными озерами Средиземноморья, Черного моря, Каспийско-Аральского, мы видим просто соленые моря. Еще раз причины возникновения этого цунами я хорошо объяснил в фильме Триполюса два потопа. Если кому-то непонятно и кто-то начнет со мной спорить, посмотрите просто этот фильм. Земля это все-таки гироскоп и прецессия и нутация это свойство гироскопа. Все ссылки на видео, о котором я упоминаю, вы найдете в описании. В общем, пронесшаяся по Евразии серия цунами сметала все на своем пути и скорее всего его высота в начале на границе Северного Ледовитого океана и Евразии было несколько сотен метров, потому что к концу своего пути высота этих волн доходила до сотни или двух метров. Но все эти волны были остановлены в этих низменностях. Конечно же, море там поволновалось и на территорию Северной Африки тоже вылились какие-то волны, но уже меньшей силы, там несколько десятков метров. Там может быть затопили прибрежные территории Алжира, Ливии. То же самое произошло в Черном море по берегам. Уровень этой воды, вообще уровень воды Мирового океана после этой катастрофы поднялся примерно на 10 метров, даже меньше. И стоял таким примерно в районе полувека. Потом изменившийся климат сморозил на полюсах ледяные шапки и уровень Мирового океана упал. И как мы видим по Питеру, Питер был затоплен в районе 50 лет, потом он фактически из-под воды вышел. И уровень Мирового океана остановился на сегодняшней отметке. В принципе, по Питеру, который построен до потопа, видно, что и прежний уровень Мирового океана был меньше, метра на два. Это мы видим по строительству мостов в Питере. Об этом я тоже не раз говорил. У меня, конечно, насчет Черноморских проливов есть тоже предположение. И мне кажется, что мраморное море с двумя этими проливами Босфор и Дарданеллы все-таки представляли собой до потопа 17-18 веков искусственную систему каналов. А мы с вами уже представляем, что та цивилизация была достаточно развитой, чтобы построить такие системы каналов. И достаточно настолько, что была по развитию выше сегодняшней. Конечно, технологический уклад ее был немного другой. И этот технологический уклад сейчас трудно представить. Но просто немного образа. Мы удивляемся, почему ездили на лошадях, а не на машинах. А здесь все понятно. Если нету смены зимы и лета, и всегда тепло, а города построены, где все в шаговой доступности практически, и города находятся друг другу близко, то есть грамотнейшая организация городской среды, когда можно по городу спокойно переходить пешком, и никаких нету пробок, то почему бы не иметь лошадь? Зачем нужна машина? Во-первых, на лошади полезно ездить. Посмотрите на статуи, так называемые древнегреческие, где все люди с хорошими бицепсами, с красивыми телами, а машина вырабатывает только живот. Просто уклад был совершенно другой. И скорее всего, были действительно летательные аппараты для более дальних передвижений. Но к этому позже. Как я уже сказал, наименее от цунами этого серии цунами пострадала русская равнина и восточная Европа. В Западной Европы, конечно же, тоже кто-то выжил, и мы это посмотрим в парижских катакомбах. Но вся дальнейшая европейская цивилизация была построена выжившими жителями русской равнины и восточной Европы. Это не значит, что районы нами описанные не затоплялись, там вода поднималась, но не было той силы волны, ее мощности. И это мы видим по сохранившимся городам. Как раз таки в восточной Европе, на русской равнине и, кстати, городам в Испании, которые тоже очень хорошо сохранились, то был в Испании, поразился, наверное, на количеству так называемых средневековых зданий. Там просто рельеф местности выше, порядка 400-500 метров над уровнем моря и воды цунами, видимо, не сильно затопили эту местность. Больше всего прошло по Франции. Но теперь перейдем к компьютерному экрану и там я постараюсь все это нарисовать точнее. О потопе в Средиземном море существует много версий. Я очень долго искал в интернете похожие на наши исследования и остановился на исследовании одного из майкопских блогеров, вернее, не одного из майкопских блогеров, а наших земляков, жителей Кубани. Этот блогер Чипса 1707. Вот его статья «Ужасы Черного моря». Что вкратце он говорит в этой статье? Что в 1707 году низменность, где находились водоемы или один водоем на месте сегодняшнего Средиземного моря, откроем Средиземное море поближе, была затоплена прорывом пролива Босфор и выходом ввод соединенных между собой Кума-Манныческой впадиной Черного и Каспийского морей, которые после затопления водами Северного Ледовитого океана наполнились соленой водой. И уровень Черно-Каспийского морей был на 42 метра выше нынешнего уровня. То есть Чипса говорит, что по Кума-Манныческой впадине, вот здесь вот она проходит, Черное с Каспийским морем соединились и существовали в виде водоема на 42 метра выше, чем сегодняшний. Ну, запомним эту версию. Такая система просуществовала около 80 или 100 лет. Потом произошел прорыв этой системы в районе пролива Босфор, по которому вода потихоньку в течение 20 лет из Черно-Каспийского вот этого бассейна протекла в Средиземное море. Пока уровень этих двух систем, Средиземноморского и Черно-Каспийского, не сравнялся. Ну, я вот показываю, как это происходило. То есть попробуем нарисовать то, что говорит Чипса. Вот Черное море, грубо говоря. Крым тоже вырисуем. Вот Кума-Манныческая впадина. То есть вот здесь вот где-то он говорит о существовании пролива. Ну, и вот, соответственно, Каспийское море. Эта система просуществовала 80 лет, а потом потихоньку, в течение 20 лет, она спустилась в Средиземное море и уровень уравняла. И уровень был на 42 метра выше настоящего уровня. Уровень 42 метра Чипса называют таким, потому что крепости некоторые на Черном море, так называемые Генуэзские, Судаакская, Феодосийская, стоят на отметке 42 метра. Ну, это его версия. Начнем разбираться, что же действительно случилось в этом месте. Что еще у нас говорит Чипса о Гибралтаре? То есть как соединилось все-таки Средиземное море, которое он признает, что уровня было ниже. А про Гибралтар он говорит, что Гибралтар прорвался позже, после наполнения. Начну теперь разбираться в этой ситуации я. Вот такое вот расположение Черного и Каспийского морей с этим заливом существовать реально не могло. Здесь бы осталось действительно от 1707 года, которым датируют Чипса, реальные следы реального пролива. Но пролива здесь нету. А здесь зато есть кратковременные следы прохождения воды. Здесь проходила кратковременная волна. Долго эти два водоема не могли вместе соединяться. И сейчас здесь пресноводные реки с небольшим количеством солончаковых озер. Недавно это опять исследовала Елена Гусакова. И действительно здесь вода прошла, но долго она не стояла. Так же как уровень этих морей не существовал на уровне 42 метров. И так же как этот проход не спускался в течение 20 лет. Это все произошло по моей версии достаточно молниеносно. Почему? Возьмем крепость Судак. Вот крепость Судак. Много ее фотографий в сети. Что можно сказать про крепость Судак? Судя по кладке, она сложена из историчной кладки. Это кладка послепотопная. Кладка до потопа выглядит совершенно по-другому. Это ровные каменные блоки стандартизированного размера. А это сложено скорее всего из обломков, валяющихся после катастрофы на земле. И складывали эту крепость уже после потопа. В принципе Чипсай говорит, что эти крепости на 42 метра были сложены после потопа. Но нет, все так просто. Все эти крепости и феодосийская и судакская, вот тоже феодосийская крепость Кафа, сложена из из вторичного материала, из обломков. Вторичным материалом мог быть и свежевырубленный камень, но в основном это обломки из валяющихся рядом частей, остатков прежних крепостей и звезд. И в этом вся и разгадка. Вот она, Судакская крепость. Она стоит практически в основном на фундаменте и основании бывшей крепости звезды, которая до потопа, до потопа 17-18 веков. Соответственно, задавать 42 метра высоты при строительстве смысла не было. Ее строили просто на старом фундаменте. И она является остатком бывшей крепости звезды. Поэтому специально ее на 42 метра выше уровня моря никто не строил. И это совершенно не доказывает, что уровень моря был на 42 метра выше, чем прежней. Это было невозможно. И также еще вывод. Эти крепости называются генуэзскими. Этот межпотопный период между потопами 17-18 веков и серединой 19-го. Он фактически является периодом строительства этих крепостей. То есть это совершенно не 14-й век. 13-14 век, которым датируют это современные историки. Строительство этих крепостей. До 17-го века эти крепости были крепостями и звездами. Совершенно с другой кладкой. Примерно как Керченская крепость. Вот Керченская крепость. И вот так вот выглядели все крепости звезды до потопа 17-18 веков. Этой крепости повезло. Она дожила до наших дней в первозданном виде, так как была засыпана грунтом, который нес потоп. Вот эти камни, из которых она складывалась. Совсем другое качество кладки, чем вот эти вот крепости суда. Посмотрите, кладка совсем другая. Разношерстные крепичи. Явный строительный мусор. А Керченская крепость это технологичное произведение архитектурных искусств. Что хочется сказать насчет генуэзской крепости? Я пока выскажу предположения. Послушайте, генуэзцы это торговые фактории, то есть это торгаши того времени. И ГАНЗА. Тоже торгаши только на Балтийском море. То есть торговые объединения. Ген и ГАН. Уберите гласные и получится ГН и ГН. Скорее всего это одна и та же аббревиатура, разнесенная просто теми, кто искажал историю по карте. ГАНЗА типа Балтийское море, а Генуэ типа Черное Средиземное. Но скорее всего это одно и то же торговое объединение Великой Тартарии. Типа как в Советском Союзе была потребка операция. Кооп писали. Вот так же что-то и Генуэ. Но это пока домыслов. А почему ее не было? Потому что до потопа глубины Черного моря были на 200 метров меньше или на 100. Вот такой примерно форму умело Черное море. И реально города Керчь, Таманский залив находились в Дельте Дона. Вот они следы Дельты Дона. А здесь был небольшой водоем. Ну типа плотины. Играли роль. Плотины вот эти вот части выступающие Крыма и Кавказа. Вот здесь был пресноводный водоем. Так называемое Азовское море. А вот здесь была реальная Дельта Дона. Запомните это Черное море. Таким вот оно было реально до потопа. Может быть чуть выше уровня. Но границы были примерно такие. Теперь я немножко еще расскажу о том, как действительно это происходило. Поставлю тот материал, который мы с вами рассматривали в предыдущей серии Черноморский потоп. Что произошло по нашей реконструкции? Воды Северного Ледовитого океана серии цунами перехлестнули материк Евразия. Самый большой перехлест возник по востоку от Уральских гор. Пострадала западная часть Восточной Сибири. В этой местности волны были рассечены скандинавскими горами. То же самое, кстати, произошло и в Англии. Шотландские горы защитили Англию от максимальной силы волны. И здесь волна прошла немножко по западу Уральских гор, по бассейну Волги. А среднерусская равнина и Восточная Европа менее всего пострадали от этого потопа от серии цунами. Почему? Опять же, потому что были рассечены скандинавскими горами, как волнорезом. Вода, конечно же, здесь прошла. Она попала сюда. Но она потеряла здесь силу. И наводнение было достаточно спокойным. Мощности у этой волны уже не было. Просто поднялся уровень воды. А вот Средиземное море, большие потоки воды проскочили через Францию и Италию фактически. Испания она достаточно сильная, высокая по рельефу, потому здесь вода прошла только в долинах гор. И Испания меньше всего пострадала. Ну, соответственно, прошли воды Северной Атлантики и промыли Гибралтар. Это было первое попадание воды в Средиземное море. Второе попадание вот эти серии волк, они затопили низменность, опять же, которая на 100-200 метров была ниже. Это Каспийско-Аральского моря. Оно называлось раньше Каспийское. Это было озеро просто 100 кверх. Я его сейчас позже немножко покажу. Вот этой части озера не было. Здесь Абширонский хребет, который идет от Баку до Карабасгазгола залива. Он как бы горный, и здесь было небольшое озеро. Сейчас еще раз его нарисую. Так вот, попавшие сюда воды, поднявшие уровень этого бассейна среди Каспийского озера, прорвали и промыли вот этот Абширонский перешеек горный. Каспийское море первично, видимо, такую форму имело, когда воды поднялись. А вот Кумаманыческая впадина, отсюда выскочили излишки этого моря. И как мы с вами понимаем, эти излишки не могут быть выше уровня мирового океана. То есть, когда уровень рельефа здесь был заполнен, вода начала изливаться. И первым она пошла через Кумаманыческую впадину, наполнив пресноводное озеро. А дальше вода через рельеф Босфора попала сюда. То есть, вот вам две ситуации попадания воды. Первая и вторая в Средиземное море. То есть, в область соленых озер. Средиземное море, кстати, могло быть до потопа просто сетью вот этих вот по глубинам, которые мы видим, соединенных друг с другом озер. Вот примерно такая картина произошла. И так вот затонуло Средиземное море. Пресноводное озеро. Средиземное море, ставшее соленым морем и поднявши свой уровень воды на 100-200 метров. И, как мы видим, очень сильно пострадали. Прошли многосотметровые волны по Франции, Италии, части Испании. Западная Сибирь была смыта. Катастрофа Средней Азии вообще, видимо, была жуткой. Сюда пришла максимальная вода. Все разбомбленные ранее города центра вот этой Средиземноморской губернии оказались под водой. Ну, они так сейчас и есть под водами Средиземного моря. И археологи достают оттуда амфоры среди разбитых фундаментов городов. То же самое на Черном море произошло. Мы уже с вами это говорили. Большая часть городов, таких как Тринери, Маурулаку, там сегодняшний Новороссийск, Геленджик, они находятся под водами Черного моря, соленого теперь. И на дне видны воронки от взрывов, которые были в центрах этих городов. А теперь мы видим только их пригороды. То же самое произошло фактически и на берегах Средиземного моря. соленого сегодня, а раньше пресного озера. Вот карты Тартарии. Вот одна из хороших карт. Еще раз посмотрите. Каспийское море. Имеет ориентацию запад-восток. Сегодня оно имеет ориентацию с север-юг. Это море соединено действительно с Аральским. Вот здесь где-то была Аральская. вот часть Каспийского. Это ситуация до потопа. И если вам показывают карту и говорят, что она древняя, а на ней Каспийское море имеет современную ориентацию, сразу можете эту карту браковать. И таких карт достаточно много. Вот одна из таких карт, якобы древних. Каспийское море имеет сегодняшнюю форму. Но эта карта реальная. Подделка. Камчатка видна. А вот это реальные карты Тартарии. Нету Камчатки. Она еще не появилась. Область Татара-Мангула еще не затоплена Восточно-Сибирским морем. Черное море, видите, имеет. Оно как бы более худое. Как раз очень похоже на вот эту вот картину. Единственное, что выдает фальсификацию, это наличие Азовского моря и вот этого вот залива. Их, по идее, быть не должно. Но почему эти карты тоже фальсифицированы, мы разберемся позже. Скажу вам только одно, что они сориентированы на новый Северный полюс, а не на тот, который был тогда в Гренландии. Это перерисовки с настоящих подлинников. Местность изображена достаточно правильно, а ориентация на современный Северный полюс выдает как раз таки то, что эти карты сделаны в середине 19 века или даже позже. Фактически для исторических учебников. Но не надо их совсем браковать. Все равно территории на них Мангула, Тартара, Испийского моря, они нанесены действительно верно, как они и были раньше. Итак, опять откроем карты. То есть, в отличие от версии Чипсы, моя версия такая, что это все было молниеносно. Падение крупного небесного тела на поверхность Земли или его частей вызвало прецессионное движение оси вращения планеты. Обоими полюсами планета начала выписывать прецессионные окружности. И гидросфера провернулась относительно литосферы. Как бы наехала на нее, наплыла. И еще раз показываю. Пошел перехлест воды Северного Ледовитого океана через Евразию. И в Средиземное море вода попала двумя путями. Через пролив Босфор и через территорию Франции. Ну, также промытая через Гибралтар. Вот так вот затонуло Средиземное море, поднявшись свой уровень реально на 100-200 метров. Такая же ситуация, скорее всего, происходила и в Америке. Но мы это еще не исследовали. Перехлест воды шел, видимо, везде. Теперь разберемся с уровнем моря. После потопа 17-18 веков. Чипса, этот потоп датирует как 1707 год. По каким принципам он приводит произведение Байрона, когда они где-то там прятались на Сицилии. Ну, я немножко по-другому это представляю. И он, кстати, дал большую подсказку насчет этих событий. Как мы с вами говорили, потоп мы датировали 1601 годом правлением Бориса Годунова. Это по московским данным. То есть, историю мы как лоскутки везде находим. В части этих событий. Тут у нас Чипса приводит интересную псковскую летопись. Отрывок из псковской летописи. И этот отрывок 1625 года. Того ж году по весны вода Бееж велика в море и в озерах и в реках на всем свете и стояла, не убывая, с благовещения до Николина дней. Глаголит немцы, яка на море две земли потонула. Афиня преславная, в ней же со всех стран, приходящие со всех стран, учащихся мудрости. О ней же многие книги пишутся. А в Любике потонули люди и скоты. А их палаты в палату, из палат в палату, на лодках ездили по граду во все лето. То есть это реальные свидетельства действительно затопления. И затопления как раз таки Средиземного моря. И скорее всего Афиня это вот эта вот вся территория, которая сегодня является греческими островами. не только вот эта вот Греция, а вот была Греция. А вот здесь была искусственная система озер и проливов, которые сообщала между собой бассейн Средиземноморского, пресноводных озер Средиземноморских и Черного моря, пресноводного озера. Скорее всего они немного были разные в уровне. Это очень похоже реально на канал. Так вот здесь шел. Так или так выходил. Может быть здесь какие-то были еще реки. Но вот реальный бассейн Мраморного моря это бассейн Перетока. Такие же есть и в Суэцком канале, и в Панамском канале. Но это пока предположение. Что нам говорит Псковская летопись? Наша датировка была 1601 год. Порявление Годунова Псковская летопись показывает нам 1625 год. Это однозначный хронологический сдвиг на 25 лет. И он говорит о том, что в 1625 году еще правил Борис Годунов, и никакой смуты 1612 года еще не произошло. Значит это произошло все гораздо позже. Что мы еще можем сказать о поднятии Черного моря и Средиземного? Скажу одно, что уровень Черного моря не поднимался на 42 метра. На 42 метра могли подняться на такую высоту волны кратковременно. Но сам уровень поднимался на несколько метров. Потом он спал. Вот один из исследователей, одна наша землячка Елена Гусакова. Послушайте, что она говорит. Все это перемешано и однородным слоем покрывает всю скалу. Сейчас мы посмотрим более крупным планом, какой он опьем занимает. Вот этот вот пласт. Прям здесь на скале. Наличие до двух метров слоя гальки песка, глины, на скале говорит о том, что она была под водой значительное время, и уровень воды был выше еще на 10 метров. Слои скалы, как и береговой флиш, располагаются вертикально, и поэтому нельзя сказать, что песок и глина это слагающие прослойки между ними. Потому как на нашей памяти размывается песок и глина, можно сказать, что они появились на скале и плоской части берегового флиша совсем недавно, а не 150 тысяч лет назад. Время 18 века весьма подходит, что мы и увидим, изучив старые фотографии и картины скалы. Единственное, с чем я не согласен с Еленой Гусаковой, в том, что эта скала Киселева была продолжительное время под водой. Нет, она не была продолжительное время под водой. Ее высота в районе 50 метров этой скалы Киселева. Гальку и песок туда забросила на верхушку этой скалы как раз-таки проходящая волна. Представьте прохождение волн с Кумомоннической впадины. Опять они были высотой высшего уровня моря, и вот они проскочили эти волны практически с дыбив моря и перехлестнув вот эту местность пролива Босфора и Дарданелла. Еще раз скажу, что не может существовать водоемы на территории нашей земли, не в горных районах. И в таком большом смысле такие большие по площади на уровне выше уровня мирового океана. А уровень мирового океана на 42 метра не поднимался. Это было кратковременное поднятие и то на высоту волн. А поднятие уровня моря и высота волн это разные вещи. Я думаю, всем понятна эта ситуация. Вот так примерно произошел потоп на Средиземном море. Обратим внимание теперь на прохождение волны в Средиземное море через территорию Западной Европы. Еще раз это нарисую. Горы Шотландии выступили волнорезом. И волны, потеряв мощность, обошли не вокруг, но не разрушили сильно Англию, Британию. Здесь волны, как вот и в Питере, и на Русской равнине, потеряли свою силу. Вот здесь вот они шли с большим моментом силы, эти волны. А здесь просто за вихрениями поднялся уровень воды. То есть разрушений таких не было. Сильных. Конечно же уровень воды поднялся и здесь сильно, но силы волны не было. Здание не посносило. А куда пошла эта волна дальше? А пошла она, разумеется, сюда. Испания по рельефу достаточно высокая. В районе 400-500 метров. Так что здесь волна разлетелась и понеслась по долинам этих гор. То есть все вершины плоскогория остались нетронутыми. А Францию она перехлестнула вся. То есть вот здесь был максимальный переток этой волны. Также он где-то пошел здесь. Где-то здесь Любик, в котором поднялись воды люди и скоты. Согласно Псковской летописи. Ну, соответственно, вот здесь вот были какие-то перетоки. И пронеслись эти волны, конечно же, по Италии. Что же там происходило в этих местах? Мы это видим хорошо на картинах художников-руинистов. Их уже многие исследователи много раз показывали, эти картины. Вот это картины художников средины 18 века. Пиранезии и других. Вот это Рим. Видимо, Римская пирамида. И они показывают разбитую волнами архитектуру, элементы конструкций вот этих вот античных зданий. И людей, которые вокруг них бродят. Вот эти картины. Представляете, как разбило волнами вот эти гигантские античные постройки. А так была застроена вся Европа в тот момент. Вот откуда-то идет водопад. Видимо, образовались новые реки. И прямо через колонны бывшего здания течет какой-то ручей. И кругом разбитые, это видимо какое-то кладбище. Разбитые плиты надгробные, саркофаги. И это все в Италии. Причем на некоторых картинах существуют такие большие здания, которых сейчас уже и нету. С огромными потолками. Посносили сюда видимо античные находки. Интересная очень картина. Такого я уже нигде не видел. То есть фонтан. Он действует после потопа. А здесь люди купаются. В бассейне. Представьте красоту той цивилизации. Из домика выходишь. Из таких вот зданий. И купаешься. В теплом бассейне. Огромном. Опять такие же картины. Ну то, что сверху занесено илом. От прохождения волны. И через него растут. Уже растительность какая-то продирается. Это всем видно. Опять то же самое. Тоже я такого нигде не видел в мире. Видимо это уже разрушено на сегодняшний момент. Но это не Венеция. Гондолы могли быть. И такие лодки. По всей Европе. Но такого я действительно нигде не видел. Этого пейзажа уже видимо в мире не существует. А в 17-18 веках он еще был. Опять посмотрите. Подживевшая. То есть все такое ветхое. Неухоженное. Браморное. Сооружение. На котором сидят эти девушки. И как мы везде видим. Вокруг руин бродят. Про это говорил неоднократно Алексей Кунгуров. Единичные люди. А где же все кто там жил когда-то. А вот они. Это катакомбы Парижа. По официальным данным. Здесь находится 6 миллионов черепов. 6 миллионов скелетов. Находится в катакомбах. Алексей Кунгуров сказал в своем видео про людоедов. Что они были съедены. Но они не съедены. Они как раз таки утонули. И долгое время находились под водой. Эти трупы. А собрались они туда. Со всей округи. Видимо что падают. Части небесного тела. По нашему предположению Лели. Или сама Леля. Знали. Все. В мире. Так как она падала. Несколько десятилетий. Сходила с орбиты. И. На момент. Ее падения. Никто не представлял. Масштаба катастрофы. Которая случится. И потому. Видимо все люди с окрестностей. А может быть. Практически. Со всей. Вот этой территории. Съехались. В Париж. Они съехались. Видимо. И в другие. Города. Европы. Под которыми были. Подземные. Сооружения. Типа. Катакомб. А как мы знаем. Под всеми. Европейскими. Городами. Были. Вот эти. Подземные. Части. Волна. В этом месте. Была. Несколько. Сот метров. Видимо. Где-то. Воды. От этой волны. Проникли. В эти катакомбы. Затопили. Их. И погибли. Все эти 6 миллионов человек. Но кто-то. Из них. И выжил. В воздушных пузырях. Либо еще. В каких-то. Более закрытых. Сооружениях. И. Они. Вот. И вышли. После. Прохождения. Волны. И начали. Заселять. Все. Разбитые. Территории. Через несколько. Поколений. Мы видим. Картины. Руинистов. Где. Единичные. Тех. Кто. Выжил. В этих катакомбах. Ходят. По этим. Руинам. Живут. В них. Примерная. Картина. Такая. Если бы. Так. Затопила. Нью-Йорк. И. Несколько. Выживших. Человек. Ходили. По. Улицам. На которых. Стояли. Небоскребы. И. Вернемся. Все. Так. Волны. Но. Высота. Волны. Реально. Была. Очень. Высокая. В момент. Вместе. Ее. Перехода. С океана. На. Евразию. Северного. Ледовитого. Океана. По моим. Предположениям. Она. Составляла. Более. 500 метров. А то и под. Километр. Здесь. Разбив. Горами. Скандинавии. Вот. Эта. Вся. Территория. Чуть. Чуть. Подтепилась. На. Несколько. Десятках. Метра. А. Как. Мы. Уже. говорили. Высокие волны. Прошли сюда. Здесь. Затухнув. И. Сюда же. Слившись. Может быть. Они. И сюда. Немножко. За море. Выплюснули. Но. Это пока не ясно. Море. При таком. Попадании. Воды. 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 За. Эту. Линию. Волна. Уже. Не очень. Попадала. Из-за. Рельефа. И. Других. Фактически. Из-за того. Что. Потеряла. Свою. Мощь. А. Вся. Эта. Местность. Этих. Озер. Был. Ниже. Уровня. Мирового. Океана. Почему. Ниже. Уровня. Мирового. Океана. В этой. Катастрофе. Еще раз. Говорю. Уровень. Мирового. Океана. Океана. Поднялся. Достаточно. Несильно. В первый момент. После. Катастрофы. Он поднялся. Порядка. Десяти метров. Это. По моему. Расчету. Почему. Так. Произошло. Сейчас. Объясню. Ну. Во-первых. Уровень. Подняться. Должен был. Потому что. Падал. Все-таки. Спутник. С гидросферой. И. На землю. Попала. Чужая. Вода. Чужая. Новая. Вода. Которая. Обязана была. Поднять. Мирового. Океана. Хотя бы. Чуть. Но. Ее было. Немного. И. Сейчас. Действительно. Поднятие. Санкт-Петербург. Ориентирован. На. Гренландию. И. Думаю. Сомнений. Нет. Ни. У кого. А. Мосты. На. Мойке. На. Этих. Небольших. Речки. И. Посмотрите. На. Мост. Понятно. Что. Это. Кладка. Полигональная. Практически. Фасонная. Как говорила. Алексей. Кунгуров. Ее. Делали. До. Потопа. А. Вот. Высота. Мост. Мост. Здесь. Не. Мост. При. Строительстве. Должен. Был. Быть. Выше. Да. Он. Может быть. Раньше. Раньше. Был. Разводной. И. Тогда. И. Строили. Раньше. океана а почему уровень мирового океана потому что по уровню балтийского моря и сейчас считается уровень мирового океана здесь в принципе сомнений нет скорее всего гидросферы принесло конечно же больше в первый момент времени после самого потопа и вот этот уровень воды поднялся метров на 10 мы знаем из источников что санкт-петербург был затоплен на глубину примерно порядка 8 метров и вот здесь вот везде в этих местах было были воды финского залива порядка 50 лет 50 лет город находился на дне затоплены после самого потопа но климат изменился и температуры упали начали образовываться полярные шапки и они собрали часть воды эта система уровень мирового океана понизился примерно где-то до отметки что я вам и говорил сейчас на два метра выше прошлого до катастрофного уровня мирового океана и санкт-петербург он освободился от вот этой вот воды и был заселен и очищен екатериной второй начал петр первый продолжила екатерина вторая мы знаем что столица петра был кронштадт первоначально и санкт-петербург был там здесь у меня конечно много по питеру догадок если уровень воды в питере опустить реально на два метра таким как он был при его строительстве мы получим совсем другую картину маркизова лужа исчезнет и вот эти вот форты которые мы сейчас видим скорее всего и будут реальной отметкой прошлого берега а кронштадт скорее всего был частью материка или острова в реке почему сейчас расскажу покажу вернее глубины маркизовой лужи как раз среднем 2-3 метра опустим этот уровень воды и него так пойдет и это будет реальная дельта а это все будет суша и вот самое интересное для чего в питере вообще строились разводные мосты тогда если после того как зацепила в маркизово лужу в питер до создания вот этого вот канала путилова морского большие корабли не заходили а в то время скорее всего по рекам они заходили и проходили в ладожское озеро и мосты поднимались тогда был проход больших кораблей до потопа потом все это закидала маркизово лужу и ломы грязи и есть большая вероятность того что город действительно был больше и большая часть города или какая-то часть города сейчас находится на дне вот этой маркизовой лужи а кронштадт в него ездили пешком это был еще частью материка а вот эти вот форты действительно форты по берегу береговые укрепления но это пока предположение это при том если уровень воды понизить на 2-3 метра я этот уровень предположил который был заложен при строительстве города теперь еще раз вернемся к реконструкции наших событий то есть при иване грозном произошла война горячая фаза войны было применено оружие массового поражения были уничтожены города находящиеся сбросим уровень средиземного моря на 100 200 метров и мы получим примерно вот такую систему соединенных озер нету программы в интернете которая бы понижала бы уровень моря есть который повышает и карты скалеона а понижающих почему-то нет вот кстати здесь мы увидим какие-то следы видимо старого гибралтара и это было видимо искусственное сооружение если здесь уровень был на 200 и 100 метров ниже уровня мирового океана здесь был подъем с гибралтар был искусственным сооружением системой шлюзов чтобы сюда выходили в атлантический океан здесь тоже была система шлюзов вот система этих озер значит все города как правило которые стоят на берегах водоемов находились вот на линиях берега и сейчас как мы понимаем после того как разбомбили в эту войну они находятся все под водой и так какой же был уровень затопление пресноводного озера средиземное море и какой он стал после прорыва вод северного ледовитого океана это нам поможет увидеть экскурсия в турцию вот это город демре мы проплыли на прогулочном судне между вот этими островами вот это вот расстояние и так что же нам сказал экскурсовод сейчас этого города пропало внизу на глубине сейчас 90 90 до 100 метров я думаю все увидели экскурсовод прямо сказал что уровень средиземного моря поднялся на 90 100 метров и он здесь абсолютно прав вот эти вот горы были застроены керасами и об этом мы говорили в нашем фильме небоскребы древности горы обтачивали со всех сторон как пирамиды майя галереями и там строили здание и так до самого верха но не знание маленькие двухэтажные домики частные а наверху всего этого как правило строили либо какую-то крепость либо колизей вот эти фотографии и сейчас также стоят эти домики уже хаотично не так как раньше а по сохранности с того же место фотография кладки фундаментов и всего что здесь есть это конечно же не тысячи лет назад это песчаник который очень быстро разлагается особенно в воде а вот он еще виден через сто двести лет его вообще здесь не останется вот интересные фотографии тоже с тех же мест с демре те люди та цивилизация очень интенсивно использовали для своего проживания горы говорят что это места захоронений так как здесь потолки очень низкие но пока не понятно что же действительно вот это вот за сооружение а проплывали мы вот здесь опять видны вот эти углы здесь находились дома задней стенкой так что я думаю все отчетливо увидели какой же все-таки уровень моря был до катастрофы 17 18 веков вот опять же эти все колизеи в турции современники вот этих вот развалин а там на дне на сто двести метров еще такие же остатки домов их исследуют подводные археологи а вот лица тех кто там жил и таких лиц очень много на саркофагах вот первичная кладка фактически но она реставрированная вот эти колизеи в районе демре их там много очень вот опять эти берега моря которые мы проплывали то же самое у нас и на черном море все акры находится под водой это так называемые акра это древний город который сейчас в таманском заливе исследуют археологи то есть после удара применение оружия массового поражения по береговым городам всех этих территорий оружие массового поражения очень сильно применялась еще по северной африке но тогда на ней песка еще не было по аравии по европе меньше здесь небольшие единичные следы наносился удар только по объектам инфраструктуры про определенным то же самое кстати на русской равнине даже вот в испании то же самое хотя говорят что историки современные что священная римская империя гасбурги пошли из испании это их центр на самом деле их центр это северная африка и по ней был нанесен самый большой удар по этому центру мятежников мятежники соответственно нанесли удар по центру тартарии по ее восточным областям евразийского континента но это дальнейшее исследование но этот удар происходил не только на поверхности планеты но еще и в ближнем космосе была повреждена леля один из спутников земли какой он искусственный или естественный это у каждого своя версия я все-таки склоняюсь к тому что и луна искусственный спутник но каким-то образом орбита лели была повреждена или сам механизм удерживающий лелю на этой орбите мы это не раз говорили в нашем проекте три полюса два потопа то есть леля частями упала на поверхность нашей планеты вызвала потоп и падала она достаточно долго порядка 20-30 лет по истории это как раз правление ивана грозного и мы датировали горячую фазу войны 1570 годом это по официальной версии истории а сам потоп случился в 1601 году при правлении бориса годунова конечно эти даты имеют кронологический сдвиг порядка ста лет но разницу между моментом применения оружия массового поражения в войне и падением спутника мы с вами видим это порядка трех десятилетий то есть 30 лет люди на земле ждали этого падения готовились они к нему или нет пока неизвестно но будем надеяться что уровень той цивилизации все-таки помог избежать массовой гибели были гибели всего человечества в момент этих ударов а эти удары падение вернее этого спутника изменили землю до неузнаваемости уничтожили большую часть биосферы половину атмосферы и огромное количество населения и население выжила в основном смысле европейское население это на русское равнине восточной европе и частично очагово в западной европе единицы выжили везде татария была тартария видимо совсем истреблена прохождение этих волк в общем примерно такая реконструкция потопа на средиземном море если у кого-то какие то есть сомнения в этом пишите будем с вами вместе это исследовать но из всех реальных исследователей кто это попытался близко описать к моей версии это чипса но я с ним не согласен и я сказал по каким позициям то есть уровень этих морей сильно не поднимался кумомонническая впадина существовала кратковременно это был переток воды 20 лет не спускался этот черно-каспийский водоем средиземное море это все произошло молниеносно и средиземное море затоплялась фактически с двух сторон но от одной причины от прохождения вот этой волны и так я представил вам свою реконструкцию событий потопа на средиземном море единственное что я хотел бы добавить и как раз это касается территории франции и италии где прошла самая большая волна или серия волн попавшая в средиземноморский бассейн пресноводных озер из северной атлантики парижские катакомбы мы уже с вами посмотрели а вот какая была толщина намытого грунта возьмем италию когда-то мне попались фотографии тридцатых годов двадцатого века когда муссолини раскапывал римские постройки античные и вот там слои песка или этой глины скорее всего глины были порядка десяти метров посмотрите на фотографии этих раскопок и представьте масштаб того грунта который принесла волна и в этом грунте есть еще грунт и причем его большая часть не та которая принесла волна собрав с проходящей территории по которой она шла а это еще как раз таки пыль от падения частей спутников которые были рассеяны по всей атмосфере пыльными бурями а потом дождями из перетянутой гидросферы лели излились на землю на поверхность вот это и есть образование глины то есть вы поняли что большая часть этой глины это смоченная дождями пыль а пыль это как раз таки частицы разорвавшихся в клочья или в мелкую пыль кусков вот этого вот спутника лели многие меня спрашивают а куда делись куски упавшие на землю ну я думаю всем кто учил физику понятно что при столкновении с поверхностью земли меньше объект просто взрывается а на поверхности земли остается отметина воронки так что мы немного подошли к тому моменту что же такое это глина конечно же если бы не было цунами слои глины от первого потопа остались бы по всей поверхности земли но цунами часть из них смыла оставив такие вот места типа которые мы видим в низинах где находился рим в холмах они там зацепились а в основном всю эту выпавшую глину смыла в средиземное море черное в каспийское а вот такого не случилось в 19 веке и потому основные слои глины после падения фаты затопившие первые этажи забросавшие являются следами катастрофы именно 19 века и по кирпичным зданиям которые и засыпаны этой глиной мы это и видим а эти кирпичные здания построены после потопа 17 18 веков но это тема следующих исследований у нас остается один интригующий вопрос откуда столько песка в северной африке аравии ближнем востоке и пока мы эту интригу сохраним все это мы расскажем в следующих частях наших фильмах но этот песок появился не в 17 18 веке а гораздо позже и в заключении этого фильма я просто хочу немного рассказать о флоре и фауне вот этих вот райских мест низин пресноводных озер представьте давление на нашей планете в 3-4 раза выше высоту деревьев которые из-за этого на планете произрастали отсутствие смены зимы и лета посмотрите даже на все картины античных художников или изображающих античность люди там в основном всегда проводят время на улице то есть климат видимо был намного мягче и влажнее и вот в этих местах росла буйная растительность флора фауна была так которую мы сейчас считаем палео эндемиками некоторые представители этих видов дошли и до нас такие как кавказские зубры как тисосомшитовые рощи в генетике которых не заложена смена зимы и лета и они практически не оставляют годовых колец очень много рыб типа осетровых остались в виде палео эндемиков цветов насекомых но это уже остатки теперь они вводятся только в определенных изолированных биосферах но они дают хорошее представление о том какая флора и фауна была до потопа 17 века и кстати один из таких палео эндемиков колхидский самшит мы рассматривали в нашем фильме самшитовые леса свидетели потопов на рубеже 17 18 веков и этот кстати самшит является прямым доказательством того что потоп этот произошел 300 350 лет назад ну порядка 350 лет так как в кавказских горах все грунты были смыты волнами а самшит благодаря своей особенности видимо из семян начал прорастать на склонах гор без почвы так как самшит своими листьями поглощает влагу из воздуха и как раз возраст этих самшитов колхидских именно в том месте 350 лет и это мы определили по его высоте за 500 лет самшит вырастает на 10 метровую высоту а там самшиты 7 8 метровые и это именно в лаганаках а вот в районе сочи по каким-то причинам сохранились самшиты которым несколько тысяч лет и они являлись прямыми представителями той флоры и фауны которая существовала до потопа почему они там сохранились пока трудно сказать видимо рельеф местности их спас что же касается населения вот это вот местности планеты в районе средиземноморских пресноводных озер здесь конечно все понятно это были очень густо заселенные территории которые мы теперь знаем из истории как древнеримская империя и судя по одеждам по многим сохранившимся артефактам можно судить о том какое она была и разумеется вся она процветала не среди степей и пустынь а среди совершенно другого вида растительности и по одежде мы видим что действительно не было никакой смены зимы и лета также еще хочу заметить что письменность в районах при средиземноморских озер была на латинском языке что это за латинский язык мы будем дальше исследовать но везде мы его видим на каменных табличках на остатках мраморных плит вот этот римский шрифт при черноморье мы на том же самом видим греческий шрифт но греческий это реальный диалект русского языка а вот римский здесь нужно исследовать в общем на этом я наш фильм закончил подписывайтесь на наш канал ставьте лайки оставляйте свои комментарии до свидания ну ну да ну Субтитры создавал DimaTorzok